Когда я закончила, в девяносто третьем году ничего не снималось, в театр никто не ходил, все занимались чем угодно, мама вязала какие-то кофты бесконечно, продавала их, там еще что-то. Я все время своим детям говорю о том, что в жизни нет плохого и хорошего, это все жизнь. Сейчас тебе кажется, что это ужасно, и боже мой, боже мой, как же жить дальше, руки на себя наложить и так далее. А проходит время, ты на эту ситуацию смотришь, ладно. Я в итоге пошла работать на телевидении, потом пошла работать в журнал пиар-директором, а потом потихонечку-потихонечку стали опять приглашать в кино, опять что-то такое, завертелось-завертелось и в общем этот маховик пошел дальше. У меня вообще все было очень жестко в моей жизни, потому что когда я была восьмилетней девочка у меня умерла мама моя, да, и в итоге меня там растили Алла Будницкая с Сашей. Меня никто не призывал поступать в театральный институт, я просто по-тихому пошла, да, и везде стала поступать. Единственное, о чем я попросила, да, чтобы меня кто-нибудь послушал. Лилия Хеджалка кричала, нет, надо, чтобы она шла, кроме Виктику, пусть он ее послушает там. Кто-то говорил, нет, пусть она идет там вот к этому человеку, пусть ее послушает. Поиди в театр Пушкина, пусть тебя Еремин послушает. Иди, не надо к Еремину, пойди к авангарду Леонтьеву, пусть он тебя послушает. Давай, 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 вот это сейчас тебя послушают там. В конечном итоге, я, я, закрыв рот абсолютно, потому что, ну, я же сама попросила, чтобы меня послушали. Не могу сказать, что кто-то сильно прям занимался моим, ну, воспитанием. Когда мне сейчас там моя 20-летняя дочь говорит, ах, у меня депрессия, и у меня там панические атаки, живя просто, ну вот, по-принцесски, я, конечно, мне это все очень понять сложно. Нет, я за них волнуюсь, безусловно, в смысле, там, как они себя чувствуют, как настроение за это, там, что они съели. А пристройство, ну, сами. Дочь моя, она как-то рано захотела самостоятельности, а сын старше его, просто нужно было собрать его вещи и выставить. Теперь вот режиссер кино снимает. Конечно, хочется, вот как ты вышла из института артистом, так ты артистом, все выше, и выше, и выше, и до каких-то небесных высот. Тебя начали приглашать, там, на определенные роли, и все. Наркоманку я играла, какую-то там еврейскую несчастную, там, судьбу. Ну, в общем, короче, много всяких разных таких. Вдруг прошел какой-то момент, и кто-то один пригласил меня играть, там, в комедии. И что мы теперь видим? Другая часть марлезонского балета. Теперь я играю только комических старух. Если, в принципе, человеку скучно, ему скучно везде, и у Кустурицы будет скучно. Моя мечта. Это моя мечта. Мне, к счастью, большей частью везет, хотя бы, на людей, которые хотят что-то, да, делать. Мне предложили сниматься в трехстах чего-то там, 50-ти сериях в мыльном сериале. Фу, ну, как-то я и вот это мыльный сериал. Я училась, у меня преподавал Кайдановский. О чем ты говоришь? И, о чудо, на мое счастье, у меня оказался партнер потрясающий, которому я вот так вот заглянула с собачьими глазами в глаза и сказала, давай чудным методом, пожалуйста. Он говорит, давай. И полтора года мы с ним получали текст. Так, про что мы сегодня играем? А, про это. Отлично. И вот этюдным методом мы играли с ним, чтобы не вообще не касаться этого такого заскорузла, задеревеневшего текста. Мне бы хотелось, чтобы было что? А получается, что уже очень много лет я там получаю какую-то роль, а играть нечего. Поэтому приходится что-то туда внутрь, да, вот этот какой-то там, в это тесто какую-то начинку все время придумывать самому, потому что тебе это никто не предложил. Я жалею о многих вещах, честно говоря. И надо сказать, что сложнее всего, да, было просить прощения у собственного детей. Сейчас мне уже не составляет труда сказать, ой, я не права, правда, извини, пожалуйста. Да, это сейчас. Но были времена, когда я... Нет. Я не могу сказать, что я не люблю людей, но нет, так нельзя сказать, я нормально. Вот если, например, выбирать выходной день, пойти там пообщаться с народом, ну каким-то там, да, или посидеть собачками, я выберу второе. Отдача больше. Да. Для меня любовь – это вот все, что там было со мной. Даже момент моего расставания с мужем, да, это все было, вот все. От начала, от встречи до там расставания, вот это все было любовь. Не надо спасать мир, да, вот не нужно. Это, это не то, о чем речь, да, сразу глобально и все спасти, все. Сейчас, ну, себя для начала бы спасти, да, в первую эту очередь, а потом близких, которые прям близкие-близкие. Время отдать свое, которого жалко.